Здравствуйте, уважаемые подписчики, пропадал наряду проблем, от которых никто не застрахован. В этом видео я расскажу о своей жизни. И это невыдуманная история. Послушайте до конца, может вам приходилось ощущать что-то подобное. Вы верите в сущности, необъяснимые живому глазу, которые находятся рядом с нами, но мы их не видим. Такие сущности существуют, и я постараюсь рассказать все, что я сам видел в этой жизни. С детства я был обычным ребенком. Все как всегда, школа, гулянки, и весь мой день проходил без задней мысли, что я буду снова и снова испытывать страх. Вечером после всех дел, уроков и подготовкой к следующему дню, я ложился спать. Дело происходило в советские года, и тогда все было строго с временем сна, как сейчас помню, ложился после передачи «Спокойной ночи, малыши». Это примерно было 9 часов вечера. Родители продолжали смотреть телевизор, так как телевизор в то время был редкостью, и мой отец сам лично ездил на автобусе, на попутках, чтобы привезти его с Казани. После того, как меня отправляли спать, я еще некоторое время подсматривал в замочную скважину, но недолго, так как отец, потом засовывал туда какую-то бумажку. Ну вот с того времени я ложился уже в кровать, слушая все звуки вокруг. На момент всего мне было лет 7, не больше. И вот когда я уже глубоко погружался в сон, у меня перед глазами всегда возникала одна и та же картина, что-то непонятное и странное. Картина в основном состояла из разных фигур и сопровождалась таким еле слышным гулом. Отчего я просто начинал кричать, ко мне подбегала мама, и я ложился к ней на колени и засыпал. Также почти всегда, когда я ложился спать, неважно я был один, или в комнате еще кто-то присутствовал, кто-то или что-то непонятное щекотало мне ноги, я много раз вставал, смотрел, но не было никого. Однажды, когда я опять почувствовал, что меня кто-то щекочет, я спрятал ноги в одеялку и загнул края, но все равно кто-то пытался щекотать меня. Жуть и страх наполнили меня, собрав все свои силы я резко встал. Я увидел, что какое-то очертание черного просто резко ушло под кровать. В эту ночь я больше не сомкнул глаз. А то, что рассказал родителям, они просто не поверили. Про все необычное, что произошло со мной, я могу рассказывать очень много, но расскажу только основные моменты, где я от страха сидел всю ночь под одеялом и не мог не пошевелиться ничего сделать, даже разбудить, рядом спящего отца. Дело было у моей бабушки, мы приехали с отцом, день прошел быстро, и мы легли спать. Ночью я просыпаюсь от яркого света, который находится в комнате, и я вижу такую картину. Недалеко от меня стоят две женщины, не молодые и не старые, одна одетая в такое темно-зеленое платье, а вторая в такое темно-красное платье, и самое, что запомнилось, длина платьев была чуть ниже колен, и цвет туфлей на каблуках был под свет платьев. Они увидели, что я проснулся и одна начала улыбаясь идти ко мне и тянуть руку, а вторая просто стояла на месте. В этот момент меня как будто парализовало, я не мог ни разговаривать, ни мычать, ни пискнуть даже что-то. Я просто закрылся одеялкой, свои ноги засунул в ноги к отцу, а сам прижался к нему. Как сейчас помню, что воздуха не хватало, было тяжело дышать, я потел, но также слышал, что по комнате раздается звук каблуков. Ночью, когда отец сам проснулся из-за того, что рядом лежит сын, весь мокрый, который спал почти под ним, я ему все рассказал, он не поверил, потому что не было света и этих женщин. Он поменял мне одежду, и мы легли спать дальше, тело мое дышало, так до этого отец мне сказал, что я чуть не задохнулся. Утром отец рассказал бабушке и дедушке, кроме нас в квартире не было никого, но никто не обратил внимания, сказав, что я слишком чуткий мальчик. На следующую ночь я опять ложусь спать с отцом. Он понимает, что мне страшно, обнимает меня и всячески успокаивает, и оставляет свет в коридоре включенным. С каким-то спокойствием я ложусь на плечо к отцу. Он говорит, если что-то будет, то я сразу должен будить его. Все уснули, я тоже. Но вдруг я чувствую, что меня опять кто-то щекотит мои ноги, именно ступни, испугавшись. Я засовываю свои ноги промеж ног отца и начинаю опять спать, верив, что это все чуткость, то, что никого нет, как учил меня отец. Но вдруг чувствую, что кто-то начал гладить меня по голове. Над кроватью, где были наши головы, стоял стул, я обычно на нем раздевался. Я сначала подумал, что это, возможно, дед или бабушка встали и гладят меня. Но подняв голову, я увидел нечто большое, волосатое, черное, с большими глазами и ушами, оно улыбалось мне белыми, как снег зубами, и гладило меня. Тут я прячусь под одеяло, ничего не могу сказать. Я пробовал толкать отца, но там мои силы были на таком исходе от страха, что я не мог даже шевелить руками. Ночью опять отец открывает одеяло и видит картину, что сын, еле задыхаясь, весь мокрый лежит, чуть ли не под ним. Уважаемые зрители и подписчики данного канала, все, что поведано в этой истории, это самая настоящая правда, и Аллах Субханава Тааля знает об этом и не даст мне соврать. Может у кого-то было то же самое, напишите в комментарии, с удовольствием прочитаю все, и если вам будет интересно, я расскажу много необъяснимых моментов, которые я сам лично видел, и которые происходили со мной, они были как плохие, так и хорошие. Также хотелось сказать, что канал не несет никакой рекламы, и то, что на создание видео уходит довольно немало времени. Я не хочу, чтобы на канале была реклама ненужных харамных вещей, и прошу вас, помощь каналу. За время существования канала я нес только убытки и ни разу не просил вас о помощи, сейчас пришло это время, мне нужна финансовая помощь, я столкнулся с кое-какими проблемами. Все ссылки будут в закрепленном комментарии, я буду рад любой помощи.